В Подмосковье продолжается голосование за объекты по благоустройству территории на 2024 год. Оно проходит в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Жители активно принимают участие в семинарах и голосуют за общественные территории, которые требуют изменений. Важно, что активное участие в этих переменах принимают жители. Более 1800 активных ребят рассказывают жителям о том, какие объекты можно выбрать, как и где проголосовать. Благодаря поддержке нашего президента каждый год большое количество проектов благоустройства воплощается в жизнь. Подмосковные парки, скверы, набережные, центральные улицы и площади городов становятся комфортными и современными. Радуют глаз. В Одинцовском округе продолжается работа над заявкой для Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. Ранее жители при помощи голосования выбрали место, которое будет представлено на конкурс. Им стала центральная площадь Одинцова. В прошлом месяце провели определенное количество встреч с жителями, с молодежью, со спортсменами, с культурой. Просто с обычными жителями узнали их запросы, их желания. И постарались все это учесть и нанести уже на территорию. И вот сегодня мы собираемся поделиться с вами нашими наработками. Обитаемый остров так назвали проект предварительного зонирования, который предусматривает создание пешеходной дорожки через весь водоем. Кроме того, на площади появятся новые арт-объекты. Современные решения по обновлению общественной территории поддержали и представители Одинцовского отделения «Единой России». Это очень важно. Площадь перед нашей администрацией, я ее сколько помню, лет 30-35. По сути она не меняется, за исключением Баранка появилась у нас лет 25 назад. И, конечно, это уже для нашего Одинцовского округа такое лобное место, но оно все-таки морально старое. В проекте зонирования большое внимание уделили вопросам экологии. Зеленые зоны на площади будут сохранены. Также останется и всесезонный модуль проката инвентаря. Вдоль береговой линии предложено установить навесы. Все это обсуждалось по принципу открытого проектирования в результате публичного обсуждения и учета всех мнений. В этот раз участники семинара обратили внимание на организацию праздничных мероприятий, уличное освещение и безопасность. Прием предложений по зонированию центральной площади продлится до 12 мая. Екатерина Крамор, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.